Эфин Марк, Норвегия, не пора ли отменить санкции против России? Рогнхильд Восвик, глава губернского совета Фин Марка. Эфин Марк, Норвегия. 1 ноября 2019 года. Прошедшее в Киркенесе празднование 75-летнего юбилея освобождения восточного Фин Марка был поучительным, теплым и достойным. Центральным мероприятием стала двухдневная совместная с Россией конференция, организованная губернатором. А главной темой конференции была военная история Севера и перспектива дальнейшего развития региона. В связи с этим я также участвовал и в дебатах по поводу санкций Запада против России. Меня спросили, что я думаю о санкциях, и я ответила, что, по моему мнению, санкции пора отменить. Многие бурно отреагировали на мои слова, особенно комментаторы различных СМИ. Поэтому позвольте мне немного пояснить. Без сомнения, отношения к России сложны. В остальном мире, а также в некоторых частях Норвегии, на эту страну смотрят иначе, чем здесь, на севере, где мы практически перекрикиваемся друг с другом через границу. Мы относимся к России иначе, чем в других местах. Мы знаем россиян, мы сотрудничаем с ними, мы торгуем с ними, мы задаем им и критические вопросы. Но здесь, на севере, мы воспринимаем россиян как друзей и соседей. Понятное дело, нам кажется странным и неестественным вводить санкции в отношении тех, кого мы считаем хорошими соседями. Тем не менее мы, конечно, делаем все, что нам предписывает государство, и понимаем, что большая политика что-то значит и для нас. Однако я оставляю за собой право на критическое мнение и сомнение в том, что эти санкции оказывают позитивное действие. Короче говоря, работают ли они? Мы уделяем этому столько внимания потому, что именно на нашу северную промышленность и бизнес, куда прогрессивные участники многих отраслей вкладывают немалые средства, сильнее всего влияют санкции, которые нам навязали. Здесь, в северных районах, усилия для развития бизнеса прикладывают как сотрудники муниципалитетов и губернского совета, так и местные предприниматели. Санкции сказываются по большому счету на всем деловом двухстороннем сотрудничестве, а потому ударяют и по норвежским представителям бизнеса. В то же время мы видим, что сейчас Россия заменяет ранее импортируемые продукты продукции собственного производства, развивая и дополняя уже существующую промышленность. Российская продукция начала конкурировать с западными товарами на мировом рынке. Это усиливает, а не ослабляет Россию. На конференции в Киркеннисе также присутствовала глава норвежско-российской торговой палаты Моника Стукхольд, Маничи Стубол. Во время панельной дискуссии она упомянула, что такая страна, как Дания, обошла Норвегию в том, что касается торговли с Россией, а США никогда еще так активно не торговали с Россией, как сейчас. Это должно навести на размышления всех нас. Не слишком ли наивно думать, что с помощью принуждений и санкций можно изменить экономические и геополитические приоритеты России? Существуют ли более эффективные методы общения с соседями, чем торговля и диалог? Этим вопросом необходимо задаваться. Именно это я и сделала в Киркеннисе. Мы, северяне, хотим успешного бизнеса, международной торговли и добрососедства. Само собой, мы будем задавать критические вопросы, когда нас вынуждают соблюдать санкции в отношении нашего важного партнера и хорошего соседа. На самом деле настолько хорошего, что, как известно, 75 лет назад в 1944 году он освободил нас с нацистов, в честь чего мы сейчас и устраивали юбилейные мероприятия. Так что если уж нам так необходимо следовать санкциям в отношении нашего соседа, то мы, конечно, имеем право задать вопрос, действуют ли они. В мире много стран, которые аннексировали или оккупировали чужие территории, игнорируя международные конвенции, и при этом никаких санкций против них со стороны Норвегии не последовало. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ. Продолжение следует...